Hi, how are you? Let's study irregular verbs. Да, всем привет! Давайте изучим неправильные глаголы и более подробно про них поговорим. Начнем с самых распространенных неправильных глаголов. Как говорится, most common irregular verbs. Let's start with them. Так, первый глагол say. Его формы say, said, said. Говорить. Основная трудность здесь заключается в том, что многие путаются в правописании. Хотя, на самом деле, данный глагол, как говорят некоторые, пишется как said. Читается как said. I've just said it. Я только что это сказал. Следующий глагол make. Make, made, made. У него также вторая и третья формы одинаковые. Самое здесь основное – это не путать вообще глагол make с do. Есть определенные фиксированные выражения, и следует, прежде всего, запомнить такое выражение, как make mistakes – делать ошибки. Например, он сделал ошибку. He made a mistake. Ни в коем случае нельзя говорить do с этим существительным. Mistake. Make a mistake. Make a mistake. Сделать ошибки. Далее. Go. Практически самый употребляемый глагол. Go went gone. He went there. Он пошел туда. Далее. Take. Брать. Take, took, taken. He took your letter. Он взял ее письмо. Следующий глагол come. Come, came, come. Приходить. Здесь важно помнить, что у данного неправильного глагола первая и третья формы одинаковы. Отличается лишь только вторая форма – came. Например, he came there. Он пришел туда. Далее. See. Длительный звук, как вы заметили. See. И здесь его форма – see, saw, seen. Значит, также очень часто управляется данный глагол. И, к примеру, I saw your mother yesterday. Я видел ее маму вчера. Далее небезызвестный глагол know. Ее формы know, new, known. Далее. К примеру. Какой пример можно привести? Да любой. Хотя мы чаще всего управляем в present simple данный глагол. Yes, I know. Да, я знаю. I know it very well. Да, я знаю это хорошо. Но также и в прошедшее время данный глагол очень часто встречается. I knew that rule. Я узнал это правило. Далее. Двигаемся к глаголу get. Get – got got. Получать. Хотя, на самом деле, у него много значений. Но основное – это получать. He got lots of money. Он получил много денег. Следующий глагол – find. Находить. Значит, искать – это look for. Мы знаем, да? Находить – это find. He found 100 rubles. Он нашел 100 рублей. Хотя, конечно, это немного в наши дни, но тем не менее. Смотрите, давайте повторяем еще раз все данные формы только на английском языке. Say – sad – sad. Make – made – made. Go – went – gone. Take – took – taken. Come – came – come. See – saw – seen. Known – you – known. Get – got – caught. Find – found – found. Да, отлично. Excellent. Let's go ahead. Давайте двигаться дальше. Или, как говорится, let's go on. Следующий неправильный глагол – think. Я думаю. Yes, and I think that this lesson is really interesting. Да, я думаю, действительно, этот урок очень интересный. And you also thought that. И вы также думали. Поэтому мы знаем, что как раз thought – thought – это вторая и третья формы. Think – thought – thought. Думать. Далее. Tell – сказать. Tell – told – told. Часто tell путают say, но tell – обязательно сказать кому-то. То есть I told him about this project. Я сказал ему об этом проекте. Say – это просто… он не требует, чтобы было обязательно кому-то сказать. Поэтому tell somebody. Это очень важно запомнить. Следующий глагол become – становиться. Become – became – become. Формирование данного глагола очень похоже как come, да? Come – came – come. Аналогично. Главное, как бы запомнить, что первая и третья формы одинаковые. Например, became, да? He became an engineer. Он стал инженером. Далее идет глагол show. Show – showed – shown. Показывать. И кажется, что этот глагол, возможно, правильный, да? Когда мы видим вторую форму – show – то, что она образуется путем добавления – иди. Но на самом деле нет, потому что неправильная форма именно третья – shown. Поэтому ни в коем случае не стоит относить данный глагол к правильным. He showed a very good result. Он показал очень хороший пример. Далее. Leave – left – left. Оставлять. Не путать глагол leave – длительный звук с кратким leave – жить. Leave – left – left. Оставлять. I left my wallet there. Я оставил мой бумажник там. Feel – также длительный звук. И аналогично произносится предыдущему глаголу. Feel – felt – чувствовать. He felt something strange. Он почувствовал что-то странное. И, например, просто he felt good. Он чувствовал себя хорошо. Далее. Самый легкий, можно сказать, глагол – это put – класть. Потому что нет, три формы одинаковые. Put – put – put. He put it on the table. Он положил это на стол. Далее – bring – приносить. Bring – brought – brought. Соответственно, здесь, как мы видим, вторая и третья формы одинаковые. И, например, he brought it to her. Он принес это к ней. Ну и еще разберем в этой первой части два неправильных глагола, которые также очень часто употребляются. Begin. Синоним слова begin – это start. Начинать. Begin, began, begun. Переводится как начинать. The meeting began. Встреча началась. Или можно было так же сказать – the meeting started. Используя правильный глагол start. И глагол keep. Keep – kept. Держать. Основное значение – he kept it. Он держал это. Значит, все глаголы заслуживают внимания. Давайте для закрепления повторим данные глаголы только на английском языке и с формами. Think, thought, thought. Tell, told, told. Become, became, become. Show, showed, shown. Leave, left, left. Feel, felt, felt. Put, put, put. Bring, brought, brought. Begin, began, begun. Keep, kept, kept. Всем огромное-преогромное спасибо. Это мы разобрали только первые 20 из самых уточняемых 100 глаголов. И остальные мы посмотрим в следующих частях. Всем спасибо еще раз за внимание. До скорой встречи. Bye.